Алиса Габлия Сегодня я хочу вам представить Алису Габлия. Она дипломированный драматург и киновед. Так что теперь у нас уже есть еще и киновед свой. Киноведение – это, мне кажется, та профессия, которой не хватает. Нам очень нужны люди, которые бы занялись анализом истории кино в Абхазии, анализом того, что сегодня происходит в области кино Абхазии. И необходим профессиональный подход к этому вопросу. Ты закончила свою работу полнометражным сценарием, которую твой мастер рекомендовал Абхазии к реализации. Что ты можешь сказать об этой работе, какие ты видишь перспективы ее реализации? Я написала комедию в абхазской простой семье о женщине, о ее непростой судьбе, о ее трех дочерях, ее работнике. Ты придумала эту историю? Это работа основана на моих очень многих воспоминаниях из детства. Это самое настоящее, что может быть. Но для меня это не самая главная ценность, например, в работе на сценарии. Даже если это было бы выдумано, главное, чтобы знать, для чего это выдумано. Я вообще, честно говоря, представляла свою мышь вообще, когда писала эту работу. И я и локации эти знала, и как бы все это, все-все-все. Вот это я чувствовала, очень хорошо была в этой теме. Мне кажется, что режиссер, который посчитает эту работу своей, должен все-таки быть нашим абхазцем. Я знаю, что будет потребность все равно в абхазском кино. И здесь, в Абхазе, тоже придет к тому, что нам нужно полнометражные работы снимать. Ты училась в двух вузах. Я хочу, чтобы ты сама рассказала. Я даже, честно говоря, не всегда верю людям, которые говорят, что чуть ли не с пеленок люди снимали кино. Это достаточно, я считаю, в принципе, долгий путь. Я училась в Российском государственном гуманитарном университете на факультете журналистики. И занималась телевизионной журналистикой, работала 4 года. На третьем курсе у нас начали появляться такие предметы, как драматургия, история кино, режиссура. То есть на факультете журналистики? На факультете журналистики. И к тому моменту у меня были какие-то наброски. Я всегда любила писать вообще. Вот что я любила со школы, так это я любила писать. Я писала и в газеты, и у меня были свои какие-то маленькие новеллы, повести небольшие. Но это было как бы такое, знаете, как отдушина, такое хобби личное очень. Я подумала, что я все свое творчество вполне смогу реализовать на журналистском поприще. Я помню, что как-то зачитала, значит, этот маленький рассказ. И наша преподавательница по режиссуре вот впервые, она вот как-то меня очень выделила и похвалила. И я помню, это для меня было такое очень таким приятным моментом, потому что я не думала, что это можно показывать. Это что, как бы, это, казалось бы, это такое мое личное там. Она дала тебе уверенность. Да, она дала мне уверенность. Я до конца, как бы, структуру тоже, как бы, вот этого того же короткого метра еще не чувствовала. Интуитивно ты его сделала. Интуитивно что-то получилось. У меня и круг друзей такой образовался, что вот мы очень хорошо разбирались в кино, любили вообще изучать искусство, и не только, да, там, и живописи. Вот это синтетическое искусство кино, оно мне дало возможность быть и в литературе, и в театре, и заниматься и психологией, и философией, и всем-всем гуманитарными дисциплинами одновременно. Мне кажется, драматург должен действительно интересоваться философией. Параллельно и философией, и психологией, то есть смотреть на крупицу, на человека, как на единицу, и космически, как философ, смотреть со стороны космоса на мир. Язык кино в некотором смысле очень схож с языком нашего бессознательного, который не знает другого языка, кроме как язык изображения, язык образа. Мало того, если я скажу, киномонтаж очень схож с монтажом сновидения, а сновидение это и есть образ нашего бессознательного, поэтому совершенно верно, вот ты правильно анализируешь это все. Именно поэтому вот кино имеет способность, вот можно сказать, прямо опустить свои руки к нам вот в душу, понимаете, да, и оно... Правильно, если сделать его, да, и... Количество тех драматических ситуаций, которые нам жизнью даны, мы сможем сочетать на пальцах, да, что делает драматургия, что делает сценарист, он создает их бесконечное множество. Это то, что я могу пережить сотни тысяч жизней вместе со своими, как бы, героями и людьми, о которых я размышляю, ставя себя вновь и вновь в новую ситуацию и открывая себя по-новому. Не будучи актером. Как правило, актеры, они, это видно, как они это делают, а ты это делаешь тихо, спокойно, сидя у себя в комнате с компьютером. Когда я перешла на четвертый курс, я уже понимала, что вот я закончу, все, я должна как бы готовить себя дальше. Я хочу, чтобы ты озвучила имена мастеров. Я училась, да, в мастерской Юрия Николаевича Арабова, литератора, в первую очередь, поэта, кинодраматурга и сценариста. И если бы он набирал, наверное, курс через два года, то я бы не стала бежать во ВГИК и к кому бы попасть. Для меня было принципиально, чтобы попасть именно к нему. Да, вот мы говорим о том, что они дают ремесло, да. Я бы сказала, что ремесло приходит во время того, как ты пишешь. Нужно постоянно писать, писать, писать. И тогда вот ты начинаешь понять, что ремесло вот оно появляется. То есть твоя интуиция, она тебя выводит на то, что становится навыком. Ее надо услышать, ее надо узнать и забыть. Знаете, как это? Да, да, я знаю, я знаю, как это, да. Как ни странно, вроде бы все структуры все знали, а когда ты начинаешь работать на сценарий, как будто бы все забывается, ты об этом не думаешь. Ты думаешь больше о вот каких-то идеях, да, о том, что как эту идею донести, как это сделать. А структура, она, видимо, уже впиталась. Она сама по себе выстраивается. У меня мастер, это за несколько лет вот эти, он перекроил вообще мое сознание. Во-первых, у него действительно есть свое видение мира. Он вот живой философ. Мы наблюдали каждый раз вот то, как он мыслит. Он воспитал в нас вкус, вот понимаете. Он не ремесло дал, он вот нам показал своим примером, что такое хорошее кино. И мне кажется, что я это уловила. Вот такие разные абсолютно мнения о том, нужно учиться или не нужно учиться. Поэтому тебе очень повезло, что ты получила вот такого мастера, как ты говоришь. Он не воспитывал в нас ремесло. Дай Бог, чтобы так. Это тоже один из путей. Чаще бывает немножко по-другому. То есть берут человека уже со вкусом, уже с видением, уже с каким-то образным мышлением, а собрать произведение он не может. Это чаще бывает. В твоем случае для тебя оказались важны вот именно те вещи, которые проповедовала и несла именно ваша мастерская. И вот это вот так время быстро пролетело, когда я понимаю, что вроде бы все дали, но все время все не взлетает. Хотелось опять вернуться туда. Уже какая-то сложная жизнь начинается, да, другая более сложная, когда в практику надо в землю, земле надо отдавать. Я понимаю, что это такой укол, как бы сказать, не знаю чего, но явно как будто бы какое-то зелье ты принял, и просто постоянно ты хочешь развиваться. А что с журналистикой? Ты решила, что это ты просто вот так ее оставила и ушла, влюбилась в другое и все? Журналист сегодня может снимать прорыв канализации. Завтра, если будет такая потребность, побежать снимать про экономику, а потом про искусство и так далее. В действительности нет столько времени глубоко у многих журналистов погружаться в информацию. Меня очень сильно в самой себе раздражало и вообще в этой профессии, что ну как же так, журналист знает все и не знает ничего. Это просто меня, мне это не устраивало. Я как-то для себя решила, что я должна выбрать какую-то сферу, если даже я буду в журналистике, то есть это не сопкор, который снимает все обо всем, да. Мне хотелось бы, конечно, чтобы это было именно на ту тему, в которой я действительно очень глубоко разбираюсь. Я тоже не могу осуждать это, потому что так работают очень многие журналисты. Ты для себя расцениваешь вот этот вот уход в творчество как некий процесс роста, уверенности в себе, да. Журналистов очень много, и хороших журналистов очень много, гораздо больше, чем хороших драматургов. Это уже говорит о том, что тут сужается круг, то есть это ответственности больше, да, и работы над собой гораздо больше. Я, например, считаю, что политика во многом, во многом отстает в плане реализации каких-то целей, в то время как искусство может, я не знаю, соединить народы и выполнить какую-то задачу просто в разы быстрее. Оно настолько быстро находит подход к сердцу человека, что нельзя недооценивать вот эту сферу. Ты считаешь, что искусство как искусство – это не уйти в какую-то другую реальность, там замкнуться, как многие говорят, кстати? Я не говорю, что искусство должно быть развлекательным, а другое элитарным. Оно прекрасно сосуществует, разные виды искусства, как бы друг с другом. Ты вкладываешь в это еще вот такую гуманную цель. Мне кажется, это очень важно именно сегодня, потому что сегодня убивают настоящее искусство именно вот тем, что оно уходит куда-то под стол и не участвует в социальной жизни. Я надеюсь, что мы сможем создать тебе все условия. Мы – это я, это люди, которые заинтересованы в развитии культуры. Знаете, идеальных условий никогда не будет уповать на то, что вот сейчас не такой там режим, что-то не то, все не то. Всегда будет все не то. Просто я счастлива сейчас уже тем, что я делаю то, что мне нравится. Если в правильном контексте с миром развиваться, значит, все пойдет. Ой, это замечательные слова. Развиваться в правильном контексте с миром. Изумительно. Вот что значит человек, пишущий. Так красиво и коротко сказать о многом. Спасибо. Мне бы хотелось поговорить с тобой более конкретно о профессии. Драматургия зашла в тупик. Скажем так, драматургия жизни тоже зашла в тупик. Драматургия в литературе и в кино – отражение драматургии жизни. Остается классическая драматургия, придуманная еще Аристотелем, связанная с психологией восприятия человека, и изменить ее невозможно. То есть всегда должно быть начало, середина и конец. Это наша психология восприятия, мы с этим не можем не считаться. Но вот какие они должны быть, чтобы зритель сел и не вставая вот так просмотрел это все. Сегодня это головоломка для многих. Вот что ты можешь об этом сказать? Мне кажется, что новое кино, оно должно очень точно ловить ситуацию сегодня в обществе. Сейчас почти нет таких фильмов. Мы быстрее считываем информацию, мы быстрее ее переварим, быстрее чувствуем. Нам не нужно столько времени, мы это все делаем гораздо быстрее. Есть ли у тебя некий рецепт к новому кино, к новой драматургии? Вот новое кино – это прежде всего не… Это точно не о 3D, не о новых технологиях. Это умение поймать именно тему, тот контекст жизни, в котором мы сегодня живем. И какой сегодня вот герой нашего времени? Ой, это очень важный вопрос, герой, потому что есть огромная проблема – нет героя. Герой он есть, но не всякий автор и может быть настолько обнаженным нервом, чтобы почувствовать вот это состояние общества. Это действительно какие-то уникальные режиссеры и сценаристы, которые могут уловить вот эту нить. Потому что сегодня очень мало кино, которое говорит о сегодняшнем. Вот посмотрите, что происходит вообще в обществе. Вот эта эра Фейсбука, вот эта вот гиперинформированность, она лишает нас личного пространства. Это просто быть настолько открытым для всевозможных манипуляций над личностью. Абсолютно верно. Практически мы лишаемся личных границ. Мы манипулируемые. Очень мало работ, которые описывают вот это состояние общества. А что дальше будет? Люди творческие, они как бы известны тем, что они могут предвидеть будущее. В этой области далеко пошла фантастика. Многие фильмы вроде бы фантастические, но угадывают некоторые моменты реальности. Меня интересует ремесло. Как это сделать? В какой форме? Для меня самая главная тема, а тема мне подскажет. Какую форму для нее выбрать? Понимаете? Все, я поняла. То есть ты полагаешься на свою интуицию. Ты истинная ученица своего мастера. То есть главное для тебя это тема, образ темы ее, раскрытие и так далее. А форма, по большому счету форма это и есть содержание, содержание это и есть форма. Ну, ты ответила на мой вопрос просто на отлично, на супер. Спасибо большое. Я знаю, ты человек, чьи сценарии востребованы сегодня. Это трагедия сегодня у многих сценаристов. Режиссеры тоже стали сами писать сценарий. Потом появляются какие-то непрофессионалы. И, в общем-то, сценаристы зачастую сидят и просто смотрят на свои написанные сценарии. Получился сценарий, который взял режиссер, который даже снят, и даже ты участвовал в съемках. Вот чуть-чуть расскажи про это. Я понимаю, что иногда, и даже лучше иногда, чтобы режиссер дал свою идею. Потому что если у режиссера не будет гореть глаз, и у него нечего будет сказать, кроме того, что ты написала, это будет очень чаще всего плохо. В этом случае как раз произошло именно так. Атан, она пришла ко мне со своей идеей. У нее были разные наброски, у нее какие-то образы, много воспоминаний из детства. И она предложила мне поработать, подумать над этим, как можно эту историю доделать. И сделать ее профессиональной, драматургически, целой. У нас оказалось, что очень много общих образов, очень много воспоминаний, как будто бы из общего детства. Ну, потому что вы послевоенные девочки. Мы несколько месяцев над ним очень тщательно его прорабатывали. Он видоизменялся. И, наконец, он приобрел именно то звучание, которое одобрили наши мастера. Я думаю, ваш творческий союз с Атаной продолжится. И я думаю, что ты найдешь еще режиссеров. Всего тебе самого хорошего, самого доброго. Спасибо, что ты пришла. И мы с удовольствием посмотрим твои студенческие работы. Моя режиссер Атана Агрба. А лимонадный Джо. Лимонадный Джо. Приятного вам просмотра. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Астан. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...